физкульт привет всем с вами снова сергей и сегодня в этом видео речь пойдет о том как не совершать ошибок при выборе велотренажера я уже был на канале видео по поводу того как правильно выбирать велотренажер и вот я хочу сказать о критических ошибках которые люди допускают в тот момент когда начинают шариться на сайтах и смотреть велотренажеры и давайте их разберем сразу первое на что люди в основном смотрят при выборе велотренажера это на цену с одной стороны это конечно логично но это не правильные критерии по которому стоит выбирать велотренажер объясню почему потому что если брать по цене допустим у вас бюджет примеру там шесть или семь тысяч гривен да мы нашли тренажер за пять с половиной за шесть тысяч вроде как он по весу вам подходит все отлично вы его заказываете ну когда его тренажер приезжает к вам уже начинает заниматься оказывается что либо высота сиденья не подходящая для вас либо ручки не регулируются либо сиденья там не регулируется по горизонтали либо маховик совсем слабенький и у вас не хватает нагрузки вернее плавности входа нет поэтому от цены лучше не отталкиваться потому что купив дешевый велотренажер вы к примеру сэкономите да но потом впоследствии у вас могут быть даже проблемы со здоровьем от такого тренажера от занятия поэтому первая ошибка это цена не смотрите на цену лучше если не хватает вам бюджета отложить эту покупку на какой-то там фрок собирайте нужный бюджет но опять же если вы нашли модель уже нужную вам и тогда уже покупаете велотренажер ваши параметры следующая вторая ошибка это когда вы покупаете тренажер многие не обращают внимание на высоту сиденья одна из распространенных тоже ошибок вам обязательно нужно узнать у продавца максимальная высота то есть расстояние между нижней точкой педали до максимального вылета сиденья максимум здесь вот ограничения вот это расстояние отсюда педали от сиденья до педали оно должно вам подходить оно должно быть хотя бы такое же как у вас расстояние от бедра до стопы никак не меньше иначе вы в противном случае будете заниматься на согнутых ногах у вас колено будет постоянно в нагрузке и потом впоследствии могут быть проблемы именно с коленом суставов не все далеко обращают внимание на вес маховика маховое колесо расположено вот здесь вот внутри остальной такой тяжелый диск который в принципе многие думают что он дает нагрузку но это не совсем верно он дает инерцию он дает плавность хода и чем больше маховик чем тяжелее тем плавнее ход на велотренажере соответственно поэтому вам и нужно брать велотренажер ну я вот рекомендую из своего и своей практики хотя бы от 7-8 кг ну 7-8-9 кг до 10 кг потому что 10 кг это уже тяжелый маховик считается это уже профессиональная линейка либо на большой вес пользователя для человека средней комплекции до 120-120 кг вот 8-9 кг можно смотреть но меньше вот 6 кг есть маховики 5 кг ну это вообще ни о чем то есть у вас не будет плавности хода никакой не будет инерции в принципе у вас не будет никакого комфорта от занятий еще один важный момент опять же такой не все учитывают этот фактор можно сказать что это тоже ошибка при выборе когда люди не выбирают тренажер с регулируемой рулевой колонкой то есть у вас желательно рулевая колонка плюсометр он должен иметь регулировку то есть вот здесь вот крышуете он должен двигаться для чего? чтобы вы могли удобно здесь то есть у вас не было вот такой посадки потому что есть модели которые уже вот руль зафиксирован да вы сидите вот так вот наклонившись и в долгом занятии на таком велотренажере у вас естественно будет болеть спина, поясница потому что вы сидите в неестественной позе большая нагрузка на спине то есть у вас должна быть возможность подрегулировать обязательно рулевую колонку так чтобы вы сидели максимально комфортно и с ровной спиной чтобы вы могли довольно продолжительное время заниматься так на велотренажере ну и еще конечно один нюанс это касается веса самого тренажера учитывайте что чем легче сам велотренажер тем тоньше металл толщина вот стенки металла из которого он изготовлен соответственно подъединение все сварные швы металлический этот скелет на котором ну все это собрано и держится эти маховики сиденья и все остальное он будет иметь он все таки ну велотренажер при занятии имеет небольшое большое движение это минимальное конечно колебание поперечное и от времени если металл тонкий вот паспортным шланг начинает трескаться там металл и могут быть трещины и соответственно тут и скрипы уже появляться то есть смотрите на то чтобы все таки тренажер был рассчитан хотя бы на ваш вес а лучше с запасом плюс 10 кг то есть если у вас 100 кг делите велотренажер на 110 кг то есть учитывайте вес тренажера и опять же смотрите потому что многие производители завышают эти показатели но это легко проверить по весу тренажера то есть если там тренажер к примеру весит 35-40 кг он никак не может быть рассчитан на вес пользователя 20-130 кг вот к примеру вот эта модель весит я сейчас точно не помню это в районе 50 кг 50 или 60 кг ну приличный модель 82-68 можно посмотреть на сайте вот так он рассчитан на вес пользователя 150 кг и я не сомневаюсь что он выдержит этот вес легко потому что здесь стенка металла 2 мм вот на подседельном пальце такая же стенка на самой раме то есть он рассчитан на крупный вес естественно металл толстый соответственно и велотренажер весит прилично поэтому не смотрите вот если это маленький вес он не может быть рассчитан на большой вес использовать и вот основные моменты которые совершают люди при покупке велотренажера еще раз повторю лучше если у вас не хватает бюджета лучше подсобирайте и купите потом нормальные со всеми регулировками с тяжелым маховиком удобные для вашего роста и веса велотренажер это будет правильно на этом надеюсь я был полезен на этом можно заканчивать ссылочка на обычно от меня лично под видео по промокоду который можно указать при заказе любого тренажера на нашем сайте подписывайтесь на канал подписывайтесь на наш инстаграм наелся и спит любой велотренажер либо любой тренажер вообще в целом вы можете заказать и посмотреть на нашем сайте соответственно как я уже сказал будет дополнительная скидка по промокоду я надеюсь был полезен на этом все до новых встреч да пребудет с вами сила до новых встреч